всем привет это с вами андрей у нас шатер от пиксель данжен у нас охотница вот такой вот инвентарь такие вот способности у нас на ней проходим переставляем сразу брудю подальше чтобы он нам не мешал за счет лука расстреливаем первого крысика видим второго начинаем второго расстреливать крысика видим третьего крысика расстреливаем третьего крысика нашли еду видим золотой ключик прям как буратино стали видим то что у нас тут развилка отлично это получается таинственный сад локация называется достаточно неплохая локация помогает позволяет уйти в невидимость из невидимости если вас зажали на текущем уровне просто по атаковать мобов что бывает крайне очень удобно если вас сильно прижали мы только зашли в дверь у нас сразу все проснулись что для нас печально но все же нашли получается зелье неизвестные пока что нам я думаю что это скорее всего этот зелье сила и возможно зелье и возможно вот этот зелье силы возможно вот это зелье улучшения не знаю правда точно нам его надо прозванивать еще нам попалась крысы альбинос это самая редкая крысы которая вообще возможно из всех крысиных ребят крысы альбинос она травит так сказать не травит она во первых оставляет загадочное мясо после себя во вторых она кровотечение на нас накладывает при попадании я прокачал первую способность добычи ягодок чтобы нам падали ягодки из травы чтобы у нас хоть была возможность перегусить хоть что-то я нашел еще один ключик и у нас есть золотой суду к и золотой ключик активируем у нас палочка взрывной волны идет хорошая палочка единственное нам нужно узнать полярность этой палочки для этого нажимаем эту палочку она оказалась проклятой соответственно мы ее знать пока не будем пока она ее полярность проклятая не не упадет мы видим получается камень интуиция проверяем нашу интуиция на предмет силы это оказалось действительно сила и проверяем второй раз нашу интуицию это оказалось действительно получается свиток улучшения учили то что у нас есть зелье сила мы выпиваем его сразу у нас получается 11 сила соответственно мы уже по крайней мере не так слабы в ближнем бою мы хоть что-то из себя представляем с нашим вооружением нам дропала семечко розовой лозы ну сложно о нем что-то сказать единственное что я его обычно использую для зелья левитации из из трех семян чтобы она создавалась нам предлагают выбрать либо палочку либо кольцо сложный выбор честно говоря но учитывая то что у нас палочка хоть и проклятая но все же присутствует я все-таки выберу кольцо хотя палочка она все-таки сильнее может быть насчет кольца пока неизвестно и не стоит его одевать пока у нас инвентарь скажем так не один неполный поэтому повременим немножко у нас есть получается солнечник но пока его пока еще не юзанулим другие мобы поэтому стоит свалить с уровня чтобы была возможность у нас мы нашли кучу костей это все что осталось от неудачного путешественника пожалуй стоит проверить вдруг там есть что-то ценное да мы нашли белый белесое зелье непонятно что она из себя пока представляет если честно мы видим крысика которую начинаем с лука раздамаживать потихоньку раздамажили крысика видим персонаж наш проголодался и это гнул громила мы его раздамаживали ближнем бою мы подобрали ключик видим то что к нам пришел призрак печальный призрак это квестовый персонаж он дает квест на убийство босса ну так называемый мини босса на текущей локации в нашем случае это скорее всего будет крыса так называемая токсичная которая у нас будет травить рядом с собой если мы будем рядом с ней стоять ее надо бить она бьет собственно только коррозии и и надо бить только в воде желательно мы видим двух гнолов громил они на нас напали это призрак я думаю кто-то из мобов так мы получается видим двух бобов из текущих стоит убивать именно змею первую потому что у нее скажем так уровень опасности немножко повыше будет мы видим неизвестную комнату прозваниваем пол эти комнаты чтобы не случайно не наступить на него почему я прозвонил пол потому что тут могут быть комнаты с ловушками одна из ловушек которая нам может попасться это получается ловушка как объяснить ловушка призыва монстров если вы на нее наступите это будет ловушка призыва монстров вы просто офигеете от количества мобов которые на вас случайно нападут 88 года 88 осени 375 год дорогие мамы и папы теперь я понимаю почему так хорошо платят канализация кишит монстрами преступники и паразиты это на самом деле жаждущие крови крысы и стаи яростных гнолей благо остальные в моем отреде хорошо знают свое дело наш капитан томас настоящий профессионал я стараюсь быть быстро всему научиться чтобы не быть для остальных обузы работенка это намного опаснее чем я думала это говорит видимо женщина честно говоря я рада что не смогу сейчас отправлять эти письма не хотелось бы что вы волновались постараюсь не лезть на рожон в ваша соня персонажи который писал зовут соня мы нашли получается подземельную ягоду это предмет как раз наши способности у нас есть ключ и как раз тут присутствует запертая дверь открываемые это получается алхимический так называемый алхимические комнатка это неплохая комнатка как как вариант можно и попробовать использовать в своих целях у нас получается два зелья пока для нас неизвестных у нас также есть получается кожаная броня кожаная броня может быть проклятой поэтому сложно сказать плюс у нас еще есть квест на призрака поэтому не стоит наверное пока ее знать поэтому продвигаемся дальше мы видим деревянную баррикаду чтобы разрушить деревянную баррикаду у вас есть несколько вариантов развития событий вы либо ее можете поджечь что большинство людей делают либо можете уничтожить благодаря камню взрыва сейчас я вам покажу его если найду конечно шок интуиция стада сон взрыв фото он делается из свитка возмездия и получается два камня взрыва он разрушит также деревянную берега также возможно использование палочки дезинтеграции но у нас и конечно же нету поэтому как то так смотрим что чем мы можем разрушить и у нас два солнечника хорошее растение оно помогает вам восстанавливать свое здоровье семя ледяной лилии тоже неплохое оно поможет нам мясо проморозить либо мобов если необходимо слепняк он помогает ослеплять мобов то есть если вы угадаете траекторию мобов и мог наступит на 7 слепняка он будет ослеплен на количество низких ходов грозовая лоза она неплохая надо дезинтеграцию но я обычно не пользуюсь у нас получается два зелий нам нужен огонь что могу сказать сложный выбор честно говоря поэтому я даже честно говоря и не знаю я думаю все таки попробовать забрать квест призрака для этого нам нужно его найти для начала ищем призрака что-то как-то призрак когда не нужно он прям постоянно присутствует а когда вот нужно отлично мы нашли призрака он нам дал на вонючую крысу квест как я говорил ранее это один из мини-боссов текущей локации вот и нам нас опять же предостерегают о том что она может разъесть своего не кислотой который она распыляет он просит нас помоги прошу убей чудовище сражайся в воде избегая вой то есть нам нужно он рекомендует нам сражаться именно в воде получается в данный момент появилась вот эта крыса на локации и мы пока не знаем где она присутствует поэтому нам нужно быть очень осторожным случайно к ней в лоб-лоб не столкнуться но и и и и и и и Поэтому ждем. Вот, мы ее увидели. Начинаем расстреливать эту крысу дистанционно с помощью нашего лука. И каждый раз отступаем на один шаг от нее. Ударили, отступили. Ударили, отступили. Почему именно так? Потому что если вы будете стоять рядом с ней, она вас парализует вот этим вот облаком. Тут он не указан. В жуткой воню, вот тут указано. Здесь клубится облако жуткой воню. Оно вас именно парализует именно жуткой воню. Вот этой вот. То есть вам это не нужно никак вообще. Вы просто... А что такое жуткая вонь? Это вы просто простоите, грубо говоря, встань, а пока вас крыса это будет несчастная бить. Смотрим на свой инвентарь. Понимаем, что мы, в принципе, у нас есть 12-й посох, что нам прямо хорошо. Есть также кожаная броня, что также неплохо. То есть, в принципе, нам от призрака особо ничего не надо. Он нам предлагает взять меч. Ну, скажем честно, меч будет чуть слабее. Хотя он по урону сильнее, чем посох. Но все же он будет чуть хуже, чем... По крайней мере, на восе он будет слабее. Также он нам предлагает кожаную броню, но уже опознанный. И, кстати, эти два предмета будут опознаны. И они будут, возможно, если вам повезет, они будут зачарованы. Также он говорит про то, что тут у него в подземелье потерялась его роза. Предмет, который для него очень важен. Вот, если мы сможем, как говорится, то мы могли бы найти его розу. Я в большинстве случаев беру защиту, поэтому я беру ее и сейчас. Это кожаная броня нулевая. То есть, мы, откровенно говоря, лопухнулись. Потому что кожаная броня 0, это нам без надобности. У нас сила 11, а броня 12. То есть, мы, откровенно говоря, лопухнулись. Пробуем, одеваем эту броню. Она оказалась не проклятая. Но она также... Да, она также 12. То есть, обе 12 брони у нас. Соответственно, они для нас не актуальны. Обе. Как вариант попробовать одеть... Боевой посох. Он оказался не проклятым. Не знаю пока, насколько он... Сейчас мы увидим это. Проверяется скорость оружия именно в ближнем бою. Оружие, которое, скажем так, неподходящее вам по уровню, оно будет откровенно слабое. То есть, вы увидите это сразу же. Мы видим двух, получается, остатки героя. Это все, что осталось из прошлых путешественников. Пожалуй, стоит проверить, вдруг там что-то ценное. Вот. И роя мухт у нас тут окружает. Соответственно, мы начинаем расстреливать его. Если я прав, дубинка хороша. Да, дубинка хороша. Она... То есть, она стандартная плюс один. То есть, в принципе, нам повезло в этом вопросе. В большинстве случаев, вот такие вот останки героев, они могут быть с проклятыми предметами. Поэтому... Да, как я и говорил, собственно. Они с проклятыми предметами. О-о-о-о. Мы не можем убить призрака почему-то. И на него неожиданная атака наша не работает. Что очень странно. Соответственно, мы, скорее всего, погибли. Потому что мы отсюда не сбежим. Мы уничтожили призрака благодаря свитку. Сейчас я вам покажу его. Он называется Возмездие. Но из-за того, что мы использовали свиток Возмездия, у нас... Мы были немножко ослеплены. И на нас повесили слабость. Я просто думал, что мы погибли. Но нам дали второй шанс, как говорится. Попробуем надеть кольцо с бриллианта. Посмотрим, оно оказалось проклятое. Попробуем прочитать свиток. Это оказался свиток зеркальных копий. У нас проклятое кольцо на нас одето. Смотрим, что это за кольцо. Хотя бы примерно. Это не сила. Кольцо лучше, что мы не можем его снять. Проклятое кольцо лучше не надевать. Потому что для вас это будет, может быть, очень печально. Ждем. Кольцо оказалось проклятое, а наш клон нам немного мешает. Уйди, клон! Бесит. Мы нашли камень обезвреживания. Его имеет смысл использовать для снятия ловушек. Да чё ж вы такие уклонисты? Кстати, если я прав, мы просто использовали снаряжение, которое не по нашему уровню. Соответственно, этот посох, скорее всего, 12 уровня. Потому что мы по призраку в нём не попадали. Мы забрали таракана. То есть, мы, по сути говоря, откровенно лопухнулись. Потому что нам призрак дал кожу. Но опять же, там рандом. То есть, нам просто могло не повезти изначально. Плюс кожаная броня у нас также 12 уровня. То есть, у нас, по сути, две кожаные брони 12 уровня. И также боевые посохи у нас также 12 уровня. То есть, нам... Ну, конечно, нам надо было брать меч. Ну, кто ж знал-то, блин? Учитывая то, что из брони вылетел призрак, то вот эта броня верхняя, она будет проклятая. Это проклятая броня гранита, скорее всего. Поэтому для нас это хорошее, но она будет проклятая 100%. Потому что она вылетела вместе с призраком. Поэтому нам нужно снять HR ловить. Свиток. Свиток снятия HR можно поймать 100% у торговца. То есть, как говорится, броню-то мы найдем, но она... Мы видим еще одну муху. Убили ее дистанционно. Свиток снятия HR можно поймать 100% у торговцы, но она будет проклятая. Но опять же, она проклятая, соответственно, одевать ее нет смысла. Это уровень со всякими ништяками, то есть, комнатка. Мы нашли кортик. Имеет смысл его одеть, попробовать поиспользовать. Посмотреть, насколько он себя хорошо показывает. Нам откровенно не везет. Кортик со 100% шансом попадает по противнику при скрытной атаке. Соответственно, если мы не убили текущего противника, соответственно, скрытная атака не сработала. Значит, кортик, скорее всего, 12. То есть, кортик без плюс 1 у нас. Учитывая, что у нас сила 11, а кортик 12, то мы просто по нему не попали. Соответственно, наша точность, урон и так далее снижены. Почему мы по призраку тогда и не попали? Потому что у нас точность была элементарно снижена. У нас есть несколько достаточно дохрена зелий, честно говоря. что крайне печально, если честно. Я даже... Не знаю, куда их запихнуть. У нас, честно говоря, очень много зелий. Но нам в любом случае надо активировать эту ловушку, потому что... Холод нам нужен. И у нас интуиции нет. У нас только обезвреживание стоит. Соответственно, будем пробовать в порядке исключения. Для этого стоит выложить свитки. Ну, свитки улучшения не горят, а всё остальное. Ну, единственное, мясо можно ещё выложить, чтобы оно не сгорело. Его лучше куда-нибудь отдельно положить, чтобы оно не сгорело. Если вы не хотите, по крайней мере, чтобы оно сгорело. Поэтому выклад... Ой, блин, я его взял, съела. Ой, я дурак! Мискликнул. Ой, я дурак, ладно. Из-за того, что у нас, получается, нет этого. Какого-то дистанционного этого взаимодействия. То есть, я обычно кидаю зелье. Но, учитывая то, что мы не знаем, что это за зелье. Соответственно, нам имеет смысл просто его начинать прожимать. Это оказалось зелье исцеления ран. Что неплохо. Что мы нашли его. Жалко, правда, что сейчас, но не суть. Так. Учитывая то, что у нас здесь есть регенерация, имеет смысл попробовать выпить зелье. Это невидимость. Это огонь. Дополнительный. Это холод. Отлично. Мы в кои-то веке дошли холод, но зато опознали все зелья. Наш персонаж немножко проголодался, но это не критично. Мы нашли еще один свиток улучшения, что неплохо. Но единственная проблема в том, что нам пока нечего особо улучшать. Саи, которые нам предлагают улучшать, не самое сильное оружие. Поэтому на следующем уровне нам будет, скорее всего, больно. Это кольцо волшебства. Это отличное кольцо, особенно в сочетании с, получается, с доспехом гранита. Я бы даже сказал, это хорошее сочетание будет. Как вариант, можно попробовать в это кольцо влить немножко свитков. Но нам нужно тогда одевать доспех гранита на себя. Учитывая то, что мы не знаем его полярный, точнее, сколько он, плюс один или ноль, то я, честно говоря, не горю особо желанием это делать. У нас уровень, как я и говорил, смотрим, что мы можем. В принципе, добивающий удар пускай валяется. Добивающий удар нам дает возможность добить, нанести дополнительный урон после взаимодействия с нашим луком либо метательным оружием. Наша рукопашная атака нанесет чуть больше урона. Ага. То есть, если я правильно понял, этот уровень менее освещен, чем обычный. Соответственно, она тут будет чуть более темнее, чем обычно. То есть, у нас дальность обзора на текущем уровне будет понижена. Поэтому наша задача просто аккуратно идти и стараться не отсвечивать к мобам. Вот опять же, мы бы, если бы его видели заранее, мы бы его убили. А так, мы его не видели заранее. Поэтому нам, мы, честно говоря, не ожидали его. Это лайм. Лайм, он постоянно блокирует урон. У него прям так написано, если вы нажмете на лайм, на описание лайма, у него будет написано, что он постоянно блокирует урон. Я прокачал наличие ягод, чтобы были дополнительные больше ягод в подземелье. С растений нам дропалось. Я сомневаюсь в этом проходе, если честно. Хотя, я вижу, получается, краба, но проблема в том, что мы слишком глупы. Поэтому мы будем пытаться краба убить дистанционно. Краб достаточно сильный противник, он быстрее вас, по крайней мере, стандартного персонажа. он, конечно, потом вы, может, и разгонитесь когда-нибудь, но на старте он будет вас в любом случае быстрее. Мы видим краба, начинаем его потихоньку расстреливать. Мы его забрали. Ага, еще один краб сходу вышел. Как я говорил ранее, можно использовать броню гранита, но единственная проблема ее в том, что она может быть двенадцатая. А с броней гранита имеет смысл использовать кольцо волшебства. Учитывая то, что наше кольцо прозвонилось, соответственно, оно будет нулевое в данный момент. то есть, оно для нас неактуально, да. Вы получаете факел только потому, что у вас утемненное подземелье будет. так называемая темнота, но на нашем уровне это ни хрена себе. а ты че тут забыл? Это был безумный вор, который по сути должен быть на следующем уровне, точнее на следующих, начиная с шестого. но почему-то он прибежал именно к нам. Ну, видимо, ему нам везет. Получается, мы получили двенадцатую силу. Мы можем смело, в принципе, ну, считаю, что броня проклятая. Сомнительное решение, если честно. Читаем свиток улучшения на кольце и надеемся, что оно проклятие снимется. Проклятие не снялось, но оно по крайней мере в ноль ушло. Читаем свиток текущий. Нам предлагают что-то очистить. Я предлагаю очистить руну гранита и одеть ее. Нам единственная проблема в том, что мы достаточно сильны, но нам нужно снять проклятие с кольца волшебства. Потому что руна гранита в любом случае будет сильнее. Также, учитывая, что у нас двенадцатая сила, имеет смысл использовать посох этот. Ну да, боевой посох он называется. У нас есть получается ключик один, железный ключ в наличии присутствует. Нам бы в идеале найти свиток снятия чар, но это прям мечта. так, получается, мы получили еще плюс одно, один уровень, мы прокачиваем так называемый помощь природы, это когда охотница наступает на растение, она получает дополнительную защиту. Очень удобный перк, особенно, если на начале он нам очень сильно бы помогал. Я вижу дверь, мне опознали оружие и нас окружили мобы. учитывая что остался один этот, то его и стоит забить. У нас, кстати говоря, окружать начинают мобы. Из всех предметов, которые тут присутствуют, имеет смысл использовать кортик, он, скорее всего, также 12-й будет. шипованные перчатки они быстрые, но проблема их в том, что они могут промахиваться из-за скорости. Мы нашли еще одну могилку, тут сейчас будет очень много призраков, они нам будут очень больно бить. Призраки бьют, получается, они бьют физой, но проблема в том, чтобы их убить, нужно урон по площади либо урон магии, либо физа с неожиданной атакой. То есть, они вас не должны видеть изначально. Поэтому как-то так. У нас есть метательный молоточек, он прям жизненно необходим этот свитки очищения и желательно всего инвентаря. У нас все проклято. Это же прям гриндец. Я уверен, что и 14-я сай тоже будут проклятые. В принципе, нам недалеко идти. Попробуем так. Получается, они появятся. Раз, два, три. Получается, три призрака здесь появятся. Итак, в принципе, тоже три. попробуем поближе. Попробуем Ладно, я знаю, что их там три появятся, поэтому пытаемся просто пробежать. Пытаемся замикрить немножко. и в дверях убиваем призраков. Нам дали пластинчатую броню неповоротливости. Проклятие неповоротливости, оно вам дает возможность, вы не сможете проходить, получается, в двери. Соответственно, вы сможете только стоять, откровенно говоря. то есть, например, я сейчас только что прошел в дверь сквозь вот этот узкий переход, который тут присутствует на одну клетку узкий переход, а мы так не сможем просто переходить по нему, потому что из-за проклятия неповоротливости вы. Но, опять же, она 16, и нам она пока не актуальна. Учтите то, что у нас есть, имел бы смысл спуститься на этот, но, я думаю, особо нет. Ух ты, как у вас много. Нам опознали доспех, по крайней мере, нам так написали, как я говорил, он 12. Да, соответственно, нам единственное нужно снять чары, но то, чтобы снять чары, нам нужно откровенно подзаморачиваться еще. Снять чары можно у торговца, либо через... но нам почему-то не сняли их. Мы видим зелья. Иногда разработчик хитрит, и нам периодически всплывают ловушки прямо на зельях. мы видим муху, забиваем муху, и желательно, конечно, ее из лука забирать, чтобы у вас лук прокачался, и когда вы будете достаточно высокого уровня, вы смогли бы с этого лука всех раздамаживать. Но я что-то как про этот момент забыл. Ну, в принципе, все. Единственное, в огонь нам попадать нельзя, но у нас огонь присутствует. Что смешно. Есть кольцо волшебства, которое усиливает наше зачарование, но нам пока зачаровать особо нечем. Поэтому просто бежим... О! Нам что-то выдали. Это получается скрытая комнатка с золотым... Золотишком. У нас есть камень получается обезвреживание. Имеет смысл его бросить вот рядышком. Получается с левой стороны у нас две штуки, а с правой стороны у нас четыре штуки. Имеет смысл туда бросить. Камень обезвреживает до девяти ловушек вокруг того места, будет брошен. Соответственно, нам надо бросать его именно в правую сторону, чтобы он обезвредил максимум, который сможет обезвредить. смотрим на нижние клетки. Отравляющая ловушка до сих пор присутствует. Соответственно, мы не смогли ее снять, что очень плохо. Соответственно, ну, как я... Одним словом, чтобы снять эти отравляющие ловушки, использовать водяной получается шарик. Он крафтится, сейчас вам покажу. Вот он, водяной шарик. Также можно использовать зелье грозовых туч. Чтобы снять водяные ловушки. Ну, точнее, не водяные, а все ловушки снять с текущей локации. По крайней, либо большую их часть. У нас есть лук. Пробуем пользоваться все-таки. Мы как-никак лучник. Ну, вот как-то так, в принципе. Мы готовы, в принципе, двигаться к боссу. Смотрим на весь уровень. два золота мы забрать не можем. Ловушки они постоянные. То есть, вы их только обезвреживать должны, чтобы... А их, чтобы обезвредить, они... нужно именно их убрать, скажем так. Вот как-то так. В принципе, мы готовы двигаться до босса. У нас даже хилые с едой есть. Вот это да. Удивительно. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры Продолжение следует...